Всем привет друзья и сегодня я решил записать установку редукс мода 1.10 версии, потому что его недавно обновили. Ну и конечно же немножко поменялось скачивание этого мода, автор немножко переоборудовал сайт и добавил в этот мод множество других модификаций, которые я покажу вам в этом видео. Ну и для начала я решил записать обзор этого мода, чтобы вы поняли стоит ли его вам устанавливать или нет и позже перейдем к установке данной графической модификации. Визуально выглядит этот мод как и предыдущие версии 1.9, 1.8, 1.7 и более низкие версии редукс мода, но отличие между ними в том, что в этом последнем апдейте добавлено множество других модификаций, таких как реалистичные падения, реалистичные повреждения автомобилей, а также реалистичная скорость и управление тех или иных автомобилей. В некоторых случаях были заменены текстуры дорог, улучшены на более качественные, добавлен новый звук от оружия, ну и конечно же я не могу не выделить то, что автор добавил еще один мод, если вы наберете много звезд розыска, вас полиция перестанет искать, но искать вас будут уже военные. Также было добавлено множество бигбордов, которые вы можете встретить передвигаясь по городу и других интересных таких модификаций. Если честно ребята, минус этого мода в том, что если вам не нравится тот или иной мод, который автор добавил в этот редукс, вы его не сможете отключить или как-то отменить его установку, потому что устанавливается все сразу. Но для тех, кто желает получить максимум реалистичности и изменить вашу игру до неузнаваемости, этот редукс мод вполне подойдет. Если честно, мне нравятся больше всего более старые модификации, которые более стоковые, в которых нету так много модификаций на замену физики, скорости, из-за которой порой непривычно ездить. Поэтому я решил сделать этот обзор, чтобы вы поняли, какой именно редукс вам устанавливать. Если вам нравятся более такие модификации чисто графические, то устанавливайте более старые версии редукса. Но если вам нравится больше всего реализм, то этот 1.10 редукс вам вполне подойдет. Ну и кроме того, хотелось бы сказать насчет производительности. Данный редукс лично я использовал еще когда у меня была видеокарта 2 гигабайта GTX 750 Ti. Поэтому могу вам сказать с уверенностью, что он вам подойдет на любую вашу видеокарту. Даже если эта видеокарта не слишком сильная. Но я рекомендую устанавливать только тогда, если у вас видеокарта больше чем 2 гигабайта. То есть если у вас есть в видеопамяти 2 гигабайта, тогда можете спокойно себе устанавливать данную графическую модификацию. В противном случае, если вы установите данную графическую модификацию на слабый компьютер, у вас GTA просто не запустится. Ну и кроме этого, в этом видео я покажу вам еще одну модификацию, которая сделает из этого редукса редукс ремастеред. Потому что устанавливать обычный редукс в 2021 году, знаете, это немножко такое себе. При том, что данному моду уже несколько лет. Но мы его также сможем приукрасить с помощью NB. Ну а теперь давайте перейдем к установке нашей графической модификации. Для того, чтобы установить эту модификацию редукс 1.10 версию, надо перейти на официальный сайт разработчиков редукса. GTA 5 Redux.com, ссылку на которую я оставлю в описании. Нажимайте здесь Continui Reading, если вы хотите скачать именно эту версию 1.10. Если вас интересует более старая версия, установка не меняется и скачивание так же само. Просто новая версия имеет больше новых модификаций. Вместо новой версии вы также можете таким же способом, как я покажу вам в этом видео, устанавливать и более старые модификации редукса. В том числе и редукс 1.3, 1.6 и тому подобное. Но я покажу установку редукса 1.10. Нажимайте здесь Continui Reading и нажимайте здесь Download. Далее у нас есть версии редукса. Вы можете скачать с торрента, или же можете скачать напрямую с Google Диска. Я же буду скачивать напрямую. Если напрямую ссылка у вас не работает, скачайте с помощью торрента. Нажимайте здесь Download, чтобы скачать напрямую. И нас ребята перебрасывают на сайт GameStand. Что и требовалось доказать то, что я говорил вам в этом видео, что ссылка немножко поменялась. И многие прошлых видео не могли разобраться, как установить и скачать этот мод. Переходите в самый низ. И здесь у нас в самом низу, оси текста, есть Fillers. Здесь вы можете скачать обычный zip, торрент, 1.9 zip и тому подобное, более старые версии. Давайте скачаем 1.10 zip. Для этого нажимаем здесь Download. Далее нас перебрасывает на такую страницу, где браузер проверяет нас на наличие DOS-атак. И проходим капчу. И проходим капчу, выбираем, что требуется указать. После чего нажимаем готово. Капчу мы с вами прошли и у нас запустилось скачивание этого мода. И мод у нас скачивается. Я отменяю скачивание, потому что я его уже себе скачал. Вот он. Далее переходите скачивать Reshade в последней версии. Нажимаете здесь Download. И здесь Download. После чего нажимаете Сохранить. Решей добавит вам насыщенности в вашу GTA. Но если вы знаете, как настроить насыщенность с помощью GeForce Experience, то можете его не скачивать. Далее качаем OpenIV программу. Нажимаем Загрузить. Тоже сохраняем. После чего переходим по ссылке в описании и скачиваем GameConfig для всех версий. Нажимаем здесь Загрузить. И здесь загружаем. Далее скачиваем Pack File Limit Adjaster. Нажимаем здесь Загрузить. После этого скачиваете хип Adjaster. Ну и на поседах скачиваем Script 5 обычный. Download нажимаем. И Script 5.NET. Тоже последней версии. Нажимаем здесь Zip. А также как небольшой бонус скачиваем меню PC. Это тренер, который поможет нам спавнить автомобили в игре и менять погодные условия. Тоже нажимаем здесь Zip. Все мы файлы с вами скачали. Переходим к установке. И для начала устанавливаем самые легкие файлы. Туда, где у нас находится ярдек нашей гиташки, где у нас находится приложение GTA 5. Вот оно. Открываете Pack File Limit Adjaster. Два эти файла. Закидываете папку с игрой, где у нас GTA. Также самое хип Adjaster. Эти два файла закидываем тоже сюда. После этого открываем Script 5 обычный. Script 5.0. Длл закидываем. И DINPUT 8.0. Длл закидываем. Также открываем Script 5.NET. Эти все файлы закидываем. Где у нас ярлык нашей гиташки. Где приложение. Также меню тренер, который мы скачали с вами. Вот эти вот все файлы закидываете туда же, где эти все предыдущие файлы. Закинули. И закрываем. То, что мы с вами только что установили, можем удалить, чтобы оно нам не мешало. Удаляем это. Далее переходим к установке самого Redux Mode. Для этого запускаете программу Always The Tube. И нажимаете русский. Продолжаете. Принимаете здесь все условия. Соглашаетесь. И скачиваете 19-мабайт файла. Наша программа устанавливается. И запускается. После чего закрываем. И запускаем OpenIV. На рабочем столе у вас будет. И нажимаем Windows. И здесь самое важное, ребята. Чтобы наша GTA не вылетала, нам надо установить конфиг. Нажимаете здесь обзор. Указываете путь к вашей гиташке, где она у вас находится. Grand Theft Auto. Выбрали ее. И выбор папки. Здесь у нас написано версии 22.45. Для этой версии вам надо распаковать конфиг, который находится в этом архиве, который мы только что с вами скачивали. Открываете его. И ищите для версии 22.45 свой конфиг. Я же его нашел. Вот он. Распаковываю Stock Traffic. Это последняя версия нашей GTA. У нас версия написана вот здесь. Когда вы установили программу OpenIV и запустили ее. У вас может быть другая версия. 1.80. Тогда заходите в Older Version. И здесь более старые версии у нас есть. Важны только эти 4 цифры. Поседние цифры. Не важно, потому что это патч. И распакуйте конфиг для своей версии. Важно, чтобы оно совпадало, потому что иначе у вас будет вылетать GTA. Распаковали для своей версии конфиг, потому что он нам потом понадобится. И нажимаем продолжить. Еще раз продолжаем. Далее наша программа запускается. После чего нажимаем редактирование и нажимаем да. Далее инструменты. Asi Manager заходим. И здесь нажимаем все установить. И нажимаем да. И здесь тоже установить. И закрываем. Далее устанавливаем сам Redux 1.10. Открываем этот архив. Redux 1.10. Распаковываем его. Вот этот OEU файл. Где загрузки. Чтобы там было более удобно. Распаковали. Он у нас появился здесь. Закрываем Redux. Далее переходим в инструменты. Package Installer. Заходим. И здесь заходим в загрузки. Нужно выбрать тот Redux, который вы только что распаковали. То есть этот OEU файл, который находится здесь. Выбираем его. И нажимаем открыть. Далее ребята тоже одно из самых важных. Нам надо его установить. Но здесь у нас написано папка mods или папка игры. Если у вас в игре, то есть вернее на компьютере, больше 50 гигабайт, вы можете устанавливать его в папку mods. Но если у вас меньше 50 гигабайт на вашем диске, то устанавливайте его в папку с игры. Но в то же время, если вы его установите в папку с игрой, вам придется переустанавливать саму игру, если вам Redux не понравится. Поэтому я рекомендую его устанавливать именно в папку mods. Потому что если он вам не понравится или не потянет ваш компьютер, тогда просто сможете удалить папку mods. И ваш Redux удалится. Поэтому его всегда устанавливаем в папку mods. И нажимаем подтвердить установку. После чего он у нас устанавливается примерно 30 минут. Далее заходите в Reshade, the tab, вы скачивали его и запускаете его. Устанавливаем Reshade. Я показываю сейчас, потому что пока оно устанавливается, мы установим еще одно Reshade. Клик here, select the game. Нажмите сюда, чтобы выбрать папку с игрой. Далее указываем путь к нашей GTA-шке. Grand Theft Auto и выбираем ярлык, который больше всего весит. И открываем. Появляется у нас такая табличка. Нажимаем здесь Uncheck, Uncheck All. И ОК. Наш Reshade устанавливается автоматически. Там устанавливаются различного вида эффекты. Colorfulness, насыщенность и другие полезные эффекты. Которые я покажу вам, когда мы запустим уже GTA-шку. После установки Reshade нажимаем закрыть. И просто ждем установки нашего Redux. После того, как у нас все установилось, нажимаем закрыть. Далее переходим и устанавливаем наш конфиг, который мы распаковывали с вами в загрузке. Для этого заходим в папку mods. Она у вас будет сверху или может быть даже снизу. Заходите в mods, потом update, update rpf, common data. И сюда в эту дату просто закидываете свой геймконфиг для своей версии. Закинули. И наш Redux успешно установлен. Можем программу Open 4 закрыть. И запустить нашу GTA-шку. И это все тоже можем уже удалить, потому что это нам уже не нужно. Ну и после этого у нас запускается Redux. Появляется заставка Redux. И запускается успешно наша GTA-шка. Также у нас сверху находится строчка с Reshade, который мы уберем уже зайдя в игру. Покажу вам как это убрать. Видим логотип Redux Mod и заходим в сюжетку. В GTA Online не заходим, потому что в GTA Online вас просто не пустится этим модом. Вам надо будет прежде всего его удалить. И только тогда вы сможете зайти в GTA Online. Как удалять моды я оставлю видео по ссылке в описании. Сможете себе посмотреть и зайти в Online. Но удалять моды не обязательно. Их достаточно переместить в другую папку и заходить после этого в Online. И вот ребята наша GTA полностью запустилась. Вот так вот она выглядит у нас в Redux Mod. Согласитесь, что намного круче, чем обычная графика. Но это еще не все. Давайте настроим нашу насыщенность. Здесь просто нажимаем клавишу Home на клавиатуре. Если она конфликтует с Social Club у вас, тогда нажмите удержите Home и нажмите Escape. И оно будет запускаться через раз. Нажмите Skip Tutorial и потом Activate to Top. И здесь ищите Colorfulness. Просто ставите на него галочку. И видите у нас добавилась насыщенность. Если вам этого слишком много, просто убавляйте себе до 0.20. Ставьте себе как я, 0.20. Это примерно средняя такая насыщенность. Также здесь есть один довольно-таки прекрасный эффект. Это комик. Он добавляет эффект обводки. И давайте покажу вам, что он себе представляет. Это как будто комикс такой. Или же арт, можно даже сказать. Но я его и не использую в игре. Поэтому я его тоже отключаю. Там есть и другие эффекты, которые вам могут понадобиться в дальнейшем. И насчет самого трейнера для изменения погодных условий. Нажимайте клавишу F8. Мы его тоже с вами устанавливаем. Нажимаем здесь в The Options. И Extra Sunny. Здесь можем менять свои погодные условия. Добавлять облака. Покажу вам как менять облака. Extra Sunny. Смотрите. Потом заходите в Clouds. Здесь снизу есть управление. Здесь стрелками. Выбор Enter. И можете себе добавлять облака, которые захотите. Так вот работает этот трейнер. И так же само в этом трейнере можете себе спавнить различного вида автомобилей. Которым хотите прокатиться. В том же и с обновлением из GTA Online. Так же само будут вас спавниться. И вот так вот выглядит наш Redux Mode. Выглядит он намного красивее, чем обычная графика. Но кроме этого Redux я использую так же и NB. Я покажу вам как его установить через несколько минут. Тоже в этом видео. Более того данная графика у вас будет работать даже на слабом компьютере. Если у вас видеокарта 2 гигабайта. Но если у вас видеокарта 2 гигабайта. То использовать NB я вам не советую. Можете использовать этот трешейд. И эту графику если у вас слабенькая видеокарта. Но лично мне этого Redux немножко маловато. Поэтому я себе выхожу с игры. И устанавливаю еще NB. Кроме этого. Устанавливать NB или не устанавливать. Это уже как бы дело ваше. Он добавляет немножко оттенков. Ссылку на NB я оставлю в описании под видео. Это как дополнение. Если вам нравится NB можете его себе установить. Нажимайте здесь Download. Также скачиваем готовый пресет NB Zetting. С сайтом Megat. Ссылка на который будет в описании. После чего устанавливаем. Устанавливается он очень просто. Открываете корневую папку с игрой. Grand Theft Auto. И просто туда где у вас ярлык вашей гитаршки. Вернее приложение. Закидываете сначала NB Series. В Rapper Version. И вот это вот все закидываете сюда в GTA. Далее закидываете NB Zetting. В таком же порядке. Потому что если вы будете использовать в другом порядке. У вас не получится настройку сохранить. Переносим сюда и заменяем. Так вот устанавливается NB. После того как вы установите NB. У вас появится строчка. Что NB Series загрузился вот сверху. Но NB устанавливать не обязательно. NB устанавливайте только тогда. Если у вас компьютер видеокарта больше чем 4 гигабайта. Очередной раз запустилась наша гитаршка. И давайте посмотрим как с помощью NB это все запустилось. Видите вот так вот это все работает с NB. Единственное условие чтобы у вас NB работал. То есть надо поставить здесь. Масштаб разрешения изображений выключить. И графику поставить спецэффекты на очень высокий. Иначе у вас не будет работать NB. Не будет запускаться. Ну и в городе Redux NB выглядит тоже намного круче чем обычный Redux. Использовать NB или не использовать это уже как говорится дело ваше. Но давайте еще протестируем как бы управление. В начале этого видео я говорил вам что управление здесь немножко изменено. В плане реализма там добавлена физика как в GTA 4. Поэтому поначалу вам будет трудно привыкнуть. Если вы хотите обычную физику в игре. То можете себе устанавливать более старую версию Redux. Кроме физики видите что у нас в некоторых местах изменились текстуры дорог. Я сейчас поставлю погодные условия на более-менее такие красивые. То что было добавлено в сборах Redux 1.10. То вы можете прямо сейчас себе увидеть. То есть видите я немножко ударил его сзади. И он уже там то есть откинулся. Автомобиль уже не едет как надо. Дороги у нас тоже как бы здесь поставлены такие плиты так сказать. Давайте врежемся еще в один автомобиль. Посмотрим, протестируем. Видите ребята автомобиль у нас максимально повредился. На некоторых автомобилях это может не действовать. В том числе и автомобилях из обновлений GTA Online. Это сделано для того чтобы снизить как бы нагрузку Redux на вашу память так сказать. И это может действовать на некоторые автомобили которые в игре находятся. Допустим этот грузовик. Видите как я его сильно повредил. Так же самое и физика от падений. Было добавлено в этом Redux моде. Кому то нравится, кому то нет. Но видите как он падает. Добавленный Redux Ragdolls. Это физика падения новая. Ну и так же новые выстрелы от оружия. А так же новые спорткары которые вы можете встретить по улице. Кроме выстрелов и звука нового. Добавлена отдача. Видите ребята какая у нас отдача получается. Следы у нас на асфальте немножко остаются, немножко не остаются. Это уже такое. Потому что это замененный асфальт. И взрывы. Давайте посмотрим. Тоже изменились качества взрывов и огня. Видите ребята какой у нас огонь теперь. Более менее качественный. Который добавил автора в эту сборку. Я сейчас себе включу неузвимость. И заодно протестируем с вами звезды розыска. Неузвимость включается так же само в этом трейнере. Меню. Обзор на этот трейнер я делал в своих видео. Ну и давайте посмотрим будут ли нас искать армейцы или нет. Сейчас по сути должны появиться у нас танки. Как когда-то было в GTA San Andreas. GTA Vice City. Я уже вижу один грузовик. Давайте на него посмотрим вот так. Там едут уже армейцы за нами. Можем некоторых пристрелить. Но к сожалению у нас отдача очень большая. Видите ребята что происходит. То есть армейцы уже ищут нас. Добавлена более высокая отдача. И более трудно попасть в того или иного противника. Еще одно условие этой сборки с NB. Если у вас графика может отличаться. То надо поставить еще так же яркость в игре как у меня. То есть она будет точно такая же тогда как у меня. В принципе вот видите все у нас работает. Физика изменена. Более того добавлены 3D эффекты на стекло. Вернее на обзор. Это появляется в основном тогда когда у вас стреляют. И так работает собственно говоря этот мод. Судить уже вам. То есть нравится вам он или нет. Если не нравится. Повторю что можете устанавливать более старые версии данного редукс мода. И там не будет там отдачи от оружия. Не будет выстрелов. Новых звуков от оружия. И ragdolls падения. А на этом ребята у меня все. Если вам понравилась эта установка. Этого одного из последних модов. На графику редукс 1.10. Подписывайтесь на канал. И ставьте свои лайки. Кстати если вы используете NB. Еще один эффект вам покажу. Что вы можете его удалить. Или просто отключить. Нажимаете shift plus enter. И здесь отключите эффект. Чтобы оставить просто редукс. И это будет тогда у вас обычный редукс мод. Просто добавляйте use effects. И добавляется эффект NB. А на этом мне все. Подписывайтесь на канал. До свидания. Всего хорошего.